Поговорим с вами о молитве. Как будет на еврите? Тфила. Нет, вила. Это погружение. Молитва Тфила. Тфила, да. Еврейская традиция уточняет, что настоящая молитва это разговор человека с Богом. Мы понимаем, что когда мы разговариваем с человеком, информация передается также не просто информационно, словами, но есть невербальные способы передачи информации. То есть мы можем сказать благословение, но всем своим видом показывает, что мы не благословляем. И очень часто наши хмыканья, поднятые брови или еще что-то, покачивание головой, они свидетельствуют об обратном, того, что мы говорим. Поэтому мы больше все же уделяем внимание на невербальные какие-то знаки. И то же самое относительно молитвы. Во время молитвы важно понимать, что не только сами слова являются тем, что мы передаем Господу, но также чувства, которые мы переживаем, мысли, которые мы думаем. То есть недостаточно просто машинально, как перед едой, взять там, помолиться, благослови эту пищу, Господь пища, аминь, благослови. Да, то есть мы понимаем, что если мысли наши не направлены в сторону Бога, если мы не подразумеваем, на самом деле мы не задумываясь, просто делаем какие-то вещи, бормочем молитвы, то это не передача информации от нашего сердца. Это просто проговаривание каких-то слов. Согласны? Конечно, слава Богу. Еврейская традиция установила порядок молитв. Он один и тот же для каждого еврея. От знаменитого цадика Равина до простого мальчика, которому исполнилось 13 лет. Именно с 13 лет мы знаем, что установлен возраст совершеннолетия. Мы будем говорить, когда мы будем говорить о Брит-Миле, Бармицу вернее, мы будем об этом разбираться. Но маленькие дети тоже учат молиться. Мы понимаем, что молитва это не просто Боже, дай мне то, дай мне это. Хотя само по себе слово молитва происходит от русского слова молить, да? То есть выпрашивать, просить. Я молю тебя, проси, моли, моли, моли меня. Умоляйте меня. Да? Интересно. Самопостановка вопроса. На самом деле мы понимаем, что просьба это только небольшая часть, по идее, должна быть нашего обращения к Господу. И большинство еврейских молитв это размышления о сущности мира, о месте человека в этом мире, о связи Бога, с Торой, выражение благодарности. В связи с этим почти во всех молитвах есть две главные части. Шма и Амида. Шма и Амида. Шма, слушай. Молитва Шма, вы знаете ее, да? Слушай, Израиль, Бог Всесильный наш один. Медраж рассказывает. «Когда уходил из этого мира наш праотец Яков, он хотел убедиться, что дети ее, оставшись в Египте, не забудут, чему он учил их, не станут идолопоклонниками, как другие народы, и передадут эту эстафету своим детям, чтобы они затем передали своим. И сказали его дети, слушай, Израиль, то есть Яков». Да? Ну, вот так вот Медраж говорит. И до сегодняшнего дня традиция говорит, еврей должен дважды в день произнести «Слушай, Израиль, я знаю». Ну, слушай, Шма, Израиль. Не, ну, типа, как бы, я понимаю, я знаю, что Господь Бог, Он один есть. Слушай. Эту молитву по еврейской традиции должен читать еврей, когда он только научится говорить, и когда он уже отходит в иной мир. Поэтому на войне часто перед смертью в канцлагерях, когда умирали евреи, они читали Шма. И Амеда, стояние. Молитва Амеда читается обязательно стоя. Состоит из девятнадцати коротких стихов благословений, каждый из которых выражает благодарность Богу за все, что составляет предмет еврейской веры. Фактически это как символ веры из девятнадцати коротких стихов благословений, каждый из которых выражает благодарность Всевышнему за все, что составляет предмет еврейской веры. Ну, там такие вот, там, спасибо тебе, там, благословен ты, Господь, что ты защищаешь праотца Авраама, обещаешь оживить умерших за то, что ты там вернешь еврейских изгнанников в землю Израиля, и так далее, за то, что ты создал меня мужчиной, не женщиной. Каждая из этих, из них заканчиваясь словами благословен ты. Вернее, начинается, извините. Благословен ты, Господь, Бог, да? Угу. На иврите брахот или браха, благословение. Брахот – множественное число, браха – единственное. Кроме этих девятнадцати существует много других брахот, которые в молитву Амеда не входят. тоже начинаются бару хата. Вот когда мы молимся, например, за хлеб, да? Бару хата адонай лхейнум алыхалам, хамо цилэхам мин харец. Это короткие фразы, которые произносятся в разных ситуациях. Например, до еды, после, когда зажигают свечи, когда там видят молнию, когда выходят из туалета и так далее, и так далее. Ну, конечно, благословен ты, Господь, Бог, Царь Вселенной, что все отверстия, там, как там, ты расположил мудро, и каждая из них работает правильно. Хорошее благословение, потому что если бы хотя бы одно отверстие не работало, было бы достаточно плохо человеку. Угу. Например, когда видят красивого человека, даже есть благословение. Девушка увидел красивую, и сказал благословение. Что такое дивное творение сотворил. И когда вот кто-то слышит благословение, обычно окружающие отвечают Амэн. Угу. Ну, как бы, если ты молишь, согласен, тебе не обязательно говорить Амэн, потому что Амэн переводится как верно. Ну, то есть я согласен. То есть если ты уже помолился, то ты уже согласен. Ну, по-любому. Правильно? Зачем тогда молиться? Истина можно перевести. Есть еще перевод такой, я слышал транслитерацию, как Эн Мелых Нейман. Благословен, я не помню точно, как бы, благословен Господь Бог. Помните в Новом Завете? Царь, там, Вселенная, как-то вот так вот. Помните, я есть Амэн, да, вот. Да, то есть Амэн, рассматривать можно как имя. То есть я есть Царь Вселенной. Амэн. Эн Мелых Нейман. У меня где-то записано есть. Итак, практически все молитвы на иврите. Однако незнание иврита не считается препятствием для молитвы. Традиция разрешает молиться на том языке, который человек понимает, ну, если это, конечно, не мешает коллективной молитве. Обычно евреи молятся с покрытой головой. Для этого часто используют специальный убор, кипу. Да, вы знаете. Кипа. Вот такая вот шапочка, если кто не в курсе. Кипа. Сходное со слова «копора» «покрывать». Мы знаем, что, придерживая себя традицию, евреи носят кипу постоянно, не только во время молитвы. Постоянно покрывать голову не заповедь, это обычай. Но он настолько древний, что на сегодняшний день он принят всеми общинами. Хотя есть тоже очень множество трактовок на этот счет. Сколько шагов можно сделать без кипы. Там, например, три шага. Ну, и целая-целая история, тоже посвященная. Хотя мы понимаем, что такого обычая — это обычай. Это не заповедь. Такого нет в Писании. Да, конечно. Встал, пока не сделал два шага, одел кипу. Там все продумано. В принципе, почти все молитвы человек может читать сам. Однако еврейская традиция рекомендует всегда, когда это возможно, молиться вместе. Для этого необходимо десять молящихся. На иврите — миньян. Взрослых не моложе не тринадцати лет, мужчин — евреев. Миньян. Что? Не считается. Традиция миньяна восходит к десяти праведникам, о которых разговаривал Лот, Авраам с Богом. Помните, да? Если там найдется десять праведников, то город не будет уничтожен. Поэтому нужен миньян. В синагоге обычно миньян собирается по утрам, молится, но не всегда, например, можно собрать миньян, если там местечко маленькое, там мало евреев, они не хотят ходить в синагогу. Поэтому иногда, например, люди приходят туда в миньян, но им платят за это деньги, чтобы они приходили для общего числа, не постоят рядышком, помолятся со всеми. Но миньян соблюден, форма соблюдена, поэтому все нормально. Слово синагога это греческое слово. На иврите она называется бейт-кнесет, что означает дом собрания. Бейт-кнесет, дом собрания. Человек, который молится регулярно, обычно имеет постоянное свое место в синагоге и молится в привычном для него миньяне. В принципе, миньян можно собрать в любом другом подходящем для этого месте. Например, в классе, ну, в помещении. Иногда это делают даже дома, когда соблюдают траур по умершим родственникам. В его доме собирается миньян. Да. Ходили в храм, но были и синагоги. Мы не всегда же ходили. Но обратно же, мы говорим о традиции, которая сложилась. Понимаешь? То, как было это во времена храма, достаточно сложно увидеть. Достаточно сложно. Итак, есть три главные ежедневные общественные молитвы. утреннее шахарид. Называется шахарид. Шахарид. У вас в расписании написано шахарид. Видели? Теперь вы знаете, что это такое. Утренняя молитва. Шахарид. Значение слова, ну, как могу на иврите сказать, но сейчас будем разбирать. Утренняя молитва. Да, название утренней молитвы. После полуденая Минха. Минха. После полуденая. И Маарив. Вечерняя молитва. Минха. После полуденая. и Ма-А-Рив, веревняя молитва. Ма-А-Рив. Спросите у Ягоды перевод этих слов. В супразднике после Шахарид есть дополнительная молитва Му-Са-Ф. Дополнительная молитва Му-Са-Ф. Ну, например, там Йом-Кипур. После Шахарида. Шма читается в Шахт и в Ма-А-Рив. Амеда читается во время каждой из названных главных общественных молитв. Во время Шахарид и Минхи молящиеся сначала читают ее каждый про себя, а затем Амеду повторяет ведущий молитву. Можете записать, можете просто... Хотите записать, да? Шма читается в Шахарид и в Ма-А-Рив. Амеда читается во время каждой из названных главных общественных молитв. Причем во время Шахарид и Минхи молящиеся сначала читают ее каждый про себя, а затем Амеду повторяет ведущий молитву. Мы не вникаем в детали, но просто для себя вы будете знать, как это устроено. Ну, вот традиция три раза делать это. Я думаю, что основывается на том, что делал он. Написано, что трижды он открывал окна свою в сторону Иерусалима. И если вы посмотрите, насколько я знаю, что Аронакодыш, или вот место, куда обращены взоры в синагоге, оно также направлено на восток, в сторону... Ну, я не знаю, как фарисеи. Ну, да. У общественной молитвы есть свои особенности. При ее чтении необходимо некоторое количество людей, выполняющих определенные функции. А именно, Шац, в сокращении от слов Шлиах Цибур, ведет молитву, остальные повторяют за ним. Угу, ведущий. Или, иными словами, когда в праздничные дни определенные части молитвы принято петь, в принципе, как бы второе название, которое более нам известно, это кантор или хазан. То есть, да, это Вашац, Шлиах Цибур. Хазан, наидиши кантор. 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 Это человек, который ведет общественную молитву. Он поет вот... Амэн. Там все воскрикнут. Слышали, да? Вот, например, мы в шаббат слушали молитву, да? Это был хазан или кантор или шлиах цибур. Ну, это все о нем же. Шлиах. Шлиах цибур. Ну, запишите кантор, и все будет понятно. Также нужен человек, который будет читать свиток Торы, который умеет читать правильно. Будем говорить о свитке отдельно. Бааль-Криа называют его, чтец. Бааль-Криа. В принципе, любой молящийся может быть и кантором, и того, кто вызывает к чтению Торы. Помните, Ишуа вошел в синагогу, и ему подали Тору, да? И он прочитал отрывок, который приходил на тот момент. Хотя он прочитал из пророка Исаии. То есть ему подали не совсем Тору, да? Подали свиток Исаии. Мы будем говорить, я думаю, об этом. Бааль-Криа. Чтец, да, Криа просто. Но обычно в общине есть кто-то, кто постоянно выполняет эти обязанности. То есть это может быть кантор, который работает, ну, как бы, это его задание. Он хороший голос у него, он умеет правильно прочитать, согласно традиции, человек уважаемый и так далее. В любой синагоге или в зале, используемом для молитв, есть Аарон Ха-Кодеш, шкаф, в котором хранятся свитки Торы. У нас он, кстати, вот тоже есть. Аарон Ха-Кодеш. Это шкафчик для Торы, да, ковчег с заветом, так еще можно сказать. Обычно он закрыт, за навешиванием специальным покрывалом. У нас вот он пока еще открыт, покрывало еще не сделали. И он открывается только для того, чтобы взять свиток Торы для чтения или вернуть его обратно. То есть почитали, положили на место. А также во время определенных молитв также его открывают. Впереди Аарона Ха-Кодеш постоянно горит источник смета, символически напоминая светильник в храме. У нас тоже есть источник света, он не горит у нас. Ну, обратно, то есть символически. Можем включить, кстати. Ну да. Обычно синагоги во всем мире строились так, чтобы Аарона Ха-Кодеш был обращен в сторону Иерусалима. Чтобы, когда вы молитесь, вы смотрели также в сторону Иерусалима. Ну, вот с этим у нас немножко сложно. Если человек находится в Иерусалиме, то Аарона Ха-Кодеш синагоги направлены в сторону храмовой горы. То есть туда, где был храм. Посреди синагоги находится Бима. Тетрадка в месяц будет уходить у нас. Посреди синагоги находится Бима, возвышение, а на нем стол, на который кладут свиток Торы для чтения. Вот если вы выйдете в коридор, у нас там есть фотографии, вы можете увидеть такой помост такой, на котором кладут Тору читают. Бима, да. По еврейским законам мужчины и женщины не молятся вместе. Поэтому часть синагоги специально отделена для женщин. Иногда это просто балкон, второй этаж. Знали бы вы, что в иудаизме к женщинам есть сказать. Обычно в любой синагоге проводятся также уроки Торы, поэтому по стенам синагоги, как правило, расставлены книжные полки с молитвенниками и книгами для занятий. Так. Свитки Торы, находящиеся в Ворона Кодыш, вынимаются из него для чтения во время коллективной молитвы в некоторых особых случаях по субботам и праздникам, а также для короткого чтения утром в понедельник и четверг. Читают отрывок из недельной главы или всю ее целиком, а в праздники фрагмент, имеющий отношение к этому дню. Вы видите, да, что у нас тоже есть чтение Торы и определенный комментарий к нему. Когда свитки Торы выносят из Орона Кодыш и возвращают, присутствующие в синагоге встают. Также принято вставать, когда вот в тот момент, когда открывают Орона Кодыш или закрывают. кладут этот свиток на Биму, раскрывают в нужном месте. И человек, который был вызван для чтения, он прочитывает тот отрывок, который предназначен. Между чтением отрывком из Торы и после них читаются некоторые специальные молитвы за здоровье больных людей и новорожденных, за погибших, за правительство страны и так далее. На праздник Симхат Тора из Орона Кодыш вынимает все свитки Торы, которые есть в синагоге. Мы будем говорить отдельно о праздниках. Итак, чтение Торы это чтение вслух по свитку. Остальные молящиеся следят за текстом обычно по книге. Имеют книгу. Потом, когда прочитали, два человека сворачивают, аккуратненько складывают и заносят обратно. После чтения свитка Торы в субботу и праздники читают соответствующий отрывок из Танаха по книге. Этот отрывок называется Хафтара. Кто слышал такое? Хафтара. Есть, да? То есть это отрывок не из Торы конкретно, но из Танаха, который соответствует по смыслу той недельной главе, которая разбирается. Хафтара. Да. Что такое Хафтара? Сейчас мы разберем. В принципе. Мы позже посмотрим, когда будем субботу рассматривать. Понятно, что молитв очень много, запомнить их трудно, поэтому существуют специальные сборники, молитвенники. На иврите называется Сидур. Видели Сидуры, да? Или вам принести, как почитать. Сидуры содержат молитвы и благословения в удобном для использования порядке. Молитвенник, содержащий молитвы какого-то праздника, называется Махзор. Махзор. То есть это, например, молитвенник на Рошхашана. Специальные молитвы, там, как бы, весь порядок чисто для Рошхашана. Все плохо. Обычно тексты Сидуров разных общин совпадают примерно на 80-90%, однако между ними имеются и некоторые различия. Поэтому на молитвенниках обозначен стиль или вариант текст молитв. Например, это может Ашкинас, Сфарат, то есть так, как принято. То есть это Ашкинасский молитвенник, так, как принято в Ашкинасских общинах. Мы вчера разбирали, да. При этом надо помнить, что по своей структуре еврейская молитва практически не отличается не только географически, но и по времени. То есть на протяжении до 102 тысяч лет общая структура молитвы почти не изменилась. Все держится одного и то же. Хорошо. вкратце мы просмотрели, да. И я думаю, что на сегодня мы закончим. А завтра уже начнем говорить об Ариц Израиле. Дадим вам благодарность. Субтитры